В эфире итоги дня в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте! Вначале коротко об основных темах выпуска. Сложная гидрологическая обстановка осложняет перевозку пассажиров на воздушных подушках об актуальной схеме работы на переправах. Полярные авиалинии усилили контроль за габаритами и весом ручной клади, об условиях провоза багажа. Спасти из пожара ни секунды не медля могут настоящие герои, которыми стали школьники, о храбрости самоотверженных ребят. Во Владивостоке студенты ДВФУ не могут уехать домой о сложной ежегодной транспортной логистике. Тематические квесты и выставка различных дронов-беспилотников. Впервые в Якутии стартовал фестиваль «Дотянуться до неба». Временно приостановлены грузовые перевозки по маршруту Жатай-Техтюр. Об этом сообщает Минтранс Якутия. Это связано с интенсивным установлением ледостава и ухудшением гидрологической обстановки на реке Лене. И, соответственно, с учетом необходимости обеспечения безопасности перевозок, говорится в сообщении. В столице республики продолжается перевозка пассажиров на воздушных подушках. Однако сложная гидрологическая обстановка осложняет их работу. Подробнее расскажет Даяна Федорова. Самый доступный и скоростной вид транспорта по реке в настоящее время – это воздушные подушки. Она может развивать скорость до 80 км в час, а вместе с пассажирами ради безопасности до 50. По песку тяжелее ехать. По снегу, по льду полегче, по воде тоже тяжело. В зависимости от загруженности подушка медленнее едет, стирается больше. Идеально приспособлена для экстремальных условий. Ему не страшны ни песок, ни вода, ни лед. Если смотреть со стороны – красиво, а в реальности. Сильный шугоход и сложная гидрологическая обстановка осложняют работу водных подушек. Пассажиров приводится перевозить на вот таких вот аэроботах и пересаживаться на островке. Это где-то в 20 км от города. В среднем же дорога от того берега до другого занимает 20-25 минут. И тогда больше все зависит от обстановки. И такая схема работы продолжится до окончательного установления реки. Сотни пассажиров желают попасть на противоположную сторону берега каждый день. Слажененько работают, но очень долго ждать. Но если бы мост постоили, это очень хорошо было бы. Все помогают, помогают залезть, не зайти, а залезть вот в эту вот душегубку. Но насчет этого они молодцы. Очень сложная у них работа, очень. Ну а куда деваться? Ну вот в больницу приехала и видите, какие сложности. Нужен нос через лену, вот тогда лучше будет. Жизнь будет веселеть. Пока на переправе курсируют около 30 судов на воздушной подушке и 10 аэроботов. Интервал движения составляет в среднем 10 минут. Вместительность одного судна – 9 пассажиров. Этого хватает, чтобы не было очередей. Посложнее работать. В том году мы начали только 2 ноября, если я не ошибаюсь. А тут уже на неделю раньше. На 10 дней раньше даже мы вышли работать. Надо работать. Если с линии сойдут, то будет скопление людей. Приходится дорабатывать. На обоих берегах реки оборудованы теплые помещения, где пассажиры могут ожидать своего рейса. 42 человека мы можем поместить, чтобы они там посидели, пока ожидают подушку. Потому что подушки ездят в круг, то есть они сразу всех не могут забрать. А по мере поступления народа они подходят, мы их забираем и возим. Стоимость проезда пока остается прежней – 5000 рублей. Повышение тарифа – временная мера, связанная со сложными судоходными условиями. В скором времени тарифы понизятся и станут прежними. Неделю, я думаю, пока идет сложности судоходного погодных условий. А потом все поменяется и станет стабильно 2500, как мы говорили. До строительства моста через Лену воздушные подушки остаются единственным видом транспорта, который помогает переправиться на ту сторону берега во время ледостава. А сотрудники, работающие в пассажирских перевозках, продолжат и дальше помогать переправиться в сложной обстановке. Тайна Федорова, Григорий Охлопков, Нижний Бестях, Якутск. Ну а на арктических автоземниках ведутся работы по намораживанию льда. Работы проводят специалисты Верхоянского дорожного участка на автоземнике Яна и Верхояне. Это ускоряет набор толщины льда на водоеме для увеличения несущей способности на переправе. Поверхность льда очищается от снега для устранения эффекта одеяла. Очистка ледового участка производится вручную, так как в ранние периоды грузоподъемность льда не позволяет выход техники на недостаточно окрепший лед. Полярные авиалинии усилили контроль за габаритами и весом ручной клади. С 29 октября в накопителе аэропорта Якутск при выходе на посадку рейсов полярных авиалиний размещен измеритель габаритов ручной клади. Пассажиры могут поместить ручную кладь в калибратор для проверки ее габаритов. Согласно правилам авиакомпании, габариты ручной клади не должны превышать размер 40-30-20 сантиметров длины, ширины и глубины. Вес ручной клади не более 5 килограммов. Во Владивостоке студенты ДВФУ не могут уехать домой. Студенты, обучающиеся на кампусе Дальневосточного федерального университета, изо дня в день сталкиваются с проблемами общественного транспорта до города. Маршрут у автобусов один остров – русский город. Из-за перегруженности автобусов многим студентам просто не удается попасть в транспорт. Им приходится идти вверх по острову и садиться за несколько остановок назад, чтобы не попасть в длинную очередь. Цены на такси высокие, ситуация повторяется ежегодно. Администрация города пыталась решить проблему, открыв новый маршрут 11, который должен курсировать до острова. Однако это не привело к ощутимым изменениям. Проблема с транспортом остается актуальной и требует внимания со стороны властей. Я слышала, что... Я сама не видела, но у некоторых людей случаются гипоксии, они теряют сознание прямо в автобусе и падают на людей. Я не знаю, что нужно сделать, как решить эту проблему. Там добавить больше автобусов, либо какие-то маршруты более такие приложить, чтобы для именно студентов было удобнее. А для жителей какие-то там отдельные маршруты, может быть. С 30 октября в Якутске откроют движение городских автобусных маршрутов по улице Чернашевского. Об этом сообщили в окружной администрации. Проезд был закрыт на время работы. Работ по восстановлению дорожного полотна на участке от Кольцевой развязки до проспекта имени Михаила Николаева. По указанному участку будут курсировать автобусы номер 1, 11 и 18. Коллектив детского издательства «Кискил» имени Николая Мординова «Амма Ачайга» стал лауреатом Всероссийской общественной премии «Гордость нации» в номинации за вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики. Торжественная церемония награждения состоялась в Москве накануне Дня народного единства. Традиционно премию присуждают по семи номинациям. В этом году конкурс прошел в юбилейный пятый раз. Обладателями наград стали представители 17 субъектов России. Все победители отмечены грантами Ассамблей народов России в сумме 100 тысяч рублей. Отметим, что команда детского издательства «Кискил» успешно реализует такие проекты, как «Моя семья в истории Отечества», «Якутия, Донбасс», в сотрудничестве с подразделениями ресурсного центра «Рост детцентр» производит региональный компонент уроков разговора о важном и программы «Орлята России». Традиционно у нас есть сильные регионы в части языковой поддержки. Это и Якутия, и Башкортостан, регионы Северного Кавказа. Но демиссия данной премии заключается в том, чтобы во всех регионах пробудить, развить практики языковой поддержки, практики преподавания языка. И не только языка, но и культуры региона, и его истории, и традиции. У нас очень многонациональная страна, где очень много разных-разных национальностей народов. И вот эта возможность обмениваться, возможность объединять вот это разнообразие, многообразие разных национальностей, это тоже возможность, которую дает данная премия. И еще очень хорошо, что она проходит накануне праздника Дня Единства. Спасти из пожара ни секунды не медля, когда на весах жизнь человека могут настоящие герои. Такие звания теперь с гордостью несут три якутских школьника, которые получили свои заслуженные награды. За храбрость и самоотверженность детям сегодня вручили памятные медали за проявленное мужество. Предлагаю посмотреть сюжет. Мужество, оперативность, точность. Именно такими качествами должен обладать герой. Вот и три якутских школьника показали, что вовсе не в возрасте или опыте дела спасения человека. В экстремальной ситуации, при пожаре, когда нет времени на раздумья, а на весах находится жизнь человека, парни проявили настоящий героизм. Вот именно тех ребят, которые с гордостью теперь носят звание героев. Ромен Муратов, Роберто Ноев и Николай Жирков. Они спасли человеческие жизни и заслуженно получили свои награды. Я очень рад, что уже на протяжении нескольких лет на всей территории республики, в разных районах, дети нашей республики отличались своим мужеством, своим характером, помогали населению, помогали, спасали людей, не щадя своего здоровья, не щадя своей жизни, здоровья. Поэтому очень отрадно, что на таком высоком уровне, как Совет Федерации, МЧС России, Российской Федерации, отмечаются наши дети-герои и выручаются им заслуженные награды. Майским утром, пока все жильцы многоквартирного дома еще спали, произошло возгорание. Проснувшись, Ромеш, помогая своей семье, незамедлительно вышел из дома. Соседи также покинули свои жилища. Выбравшись наружу, жильцы дома обнаружили, что один человек отсутствует. Ни секунды не сомневаясь, мальчик рванул на помощь. Выходим, и соседи говорят, «Коля, это дедушка, сосед наш был». И все, и, получается, говорили, он дома. Получается, мы думали, что он вышел, а он не вышел. И все, я пошел, разбил окно, получается, вижу, он спит. Ну, не знаю, почему спал, пожар. Все проснулись, он спит. Я его разбужал, минуты две, наверное, разбужал, не мог. Потом начал уже, ну, по лицу бить. Ну, он проснулся, все. Я его, получается, вытащил его, и все. Роберто Ноев и Николай Жирков из Мегина-Кангаласского района также спасли людей из горящего двухэтажного дома. Не сомневаясь и немедля, они выносили вещи из горящего дома, помогали тушить огонь, и самое главное, вызвали ли из пожара пожилую женщину. Теперь это не просто дети. Это дети-герои. На кануне Дня Единства мы сегодня вручили нашим детям награды. Они спасли человеческие жизни. Эта акция, эта работа будет продолжаться. Мы очень благодарны нашим детям, родителям, администрациям школ за воспитание и за героические поступки, которые проявляются в гражданской жизни. Дети-герои. Такое звание из года в год получают те ребята, которые проявляют героизм, не думая о том, что получат награду. Они просто идут и спасают. И это, безусловно, говорит в первую очередь о воспитании, о патриотизме и самоотверженности, которую прививают в первую очередь в семьях этих маленьких, больших героев. Впервые в Якутии стартовал фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба». Для увлеченных беспилотными системами работают три направления – трек «Мечта», «Общество» и «Технологии». Подробнее о первом дне фестиваля расскажет Тимур Калмогоров. Для тех, кто только начинает свое знакомство с беспилотной авиацией и аппаратами, фестиваль «Дотянуться до неба» является отличным шансом ознакомиться с БПЛА. Желающие смогут посетить выставку дронов и беспилотных систем, отличных друг от друга размеров и моделей. Вместе с этим выставка – это шанс встретиться с экспертами в самых разных областях применения дронов. Так Николай Петров представил на выставке свои летательные аппараты, которые были применены для съемок кадров множества якутских фильмов. Лет 10 назад очень трудно было представить, например, съемку сверху, как птица сверху. Чтобы это снять, надо было использовать вертолеты. Это дорого. А сейчас с использованием дронов появилась мобильность, появилась более компактность какая-то. И любое желание именно режиссеров, операторов, задумка какая-то интересная с пролетами, какие-то идеи очень легко воплощаются именно с дронов. Беспилотными чаще всего являются не только дроны, но и космические аппараты, возможности которых из года в год только растут. Данная точка представляет свой мастер-класс «Как поймать спутник». Не буквальным образом, а сигнал со спутника. И последующая обработка его в фотоснимах. Как видите, здесь у нас мой коллега показывает, как идет прием данных. Прием идет с помощью такой антенны и приемника. Непосредственно на ноутбук, во время приема которого можно видеть, образуются две картинки. Одна слева – это монохроматическая в ближнем МК-диапазоне, то есть тепловизионная. И правая – это цветная картинка. Сигнал аналоговый, соответственно, обрабатывать его несложно. Сигнал довольно мощный. Можно принимать даже на крыше своего собственного дома. Максиму, как одному из участников фестиваля, очень понравилась выставка дронов. Но больше интерес у него вызвала астрономия. Один из пунктов квест-игры. Нам показывали земли, орбиты, звезды и прочее. Ну и тестирования всякие интересные. Мне очень понравилось, интересно, да. Беспилотные дроны мы управляли. Ну интересно, в общем. Всего на участие в мероприятии зарегистрировалось более трех тысяч человек. Их число продолжает расти. Сам фестиваль организован университетом 2035 в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем». С нашей территории огромная, да, с транспортной связанностью. У нас круглодичная связанность только 30%. Да, очень много населенных пунктов. Авиаперевозки очень дорогие. И мы верим в то, что беспилотники увеличат транспортную связанность. То есть мы сможем с помощью ВПЛА доставлять грузы необходимые, медикаменты, почту, товары народного потребления. Фестиваль «Дотянуться до неба» продлится до конца октября, предоставляя после регистрации свободный доступ ко всем ее направлениям. Каждый желающий сможет освоить технологии будущего, а значит стать первопроходцем в отрасли, которая уже меняет мир. Тимур Калмогоров, Семен Семенов, Якутск. Мирненцам рассказали, как правильно и безопасно общаться в интернете. В рамках десятых юбилейных образовательных чтений приглашенный эксперт-общественный деятель, писатель-публицист Андрей Афанасьев провел актуальные лекции для жителей Алмазной столицы. Спикер рассказал, как не попадаться на уловки мошенников в интернете, устанавливать личные границы и при этом комфортно и с удовольствием общаться в сети. Слушатели лекции принимали активное участие в дискуссии и с большим интересом задавали вопросы. Особенно интересовались, как распознать мошенников в интернете и избежать конфликтных ситуаций в онлайн-общении. Я могу сказать, что детям эти темы на самом деле очень интересны, потому что они в этом цифровом мире живут, они проводят там много времени, много на этот счет было исследований. Сейчас эта цифра приближается к 7-8 часам в день. Это сколько ребенок проводит в сети. При этом о качестве того мира у родителей, у большинства родителей весьма смутное представление. А там таится много угроз. Угроз как мошеннических, так и технологических угроз, связанных с зависимостью, связанных с манипуляциями, связанными с различными такими неочевидными вещами, которые надо рассказывать как детям, так и родителям. Потому что для большинства эти вещи просто неочевидны. Самые актуальные события Нерюнгринского района смотрите в еженедельной подборке новостей от наших коллег. В ближайшие несколько минут мы расскажем о самых значимых событиях Нерюнгринского района за прошедшую неделю. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В Нерюнгре на объектах водоканала продолжаются работы по реконструкции оборудования. Это позволит повысить надежность работы объектов и сократить энергозатраты. Работы по реконструкции существующих и строительству новых объектов Нерюнгринского водоканала являются ключевым элементом стратегии развития коммунальной инфраструктуры, направленной на обеспечение нерюнгринцев качественными и надежными услугами водоснабжения и водоотведения. В городе Нерюнгре уже заканчивается второй этап реконструкции водопроводно-канализационного хозяйства. Стоимость проекта 1 миллиард 174 миллиона рублей. В него входит замена резервуаров чистой воды на Верхнем Нерюнгринском водозаборе, строительство электролизных установок для обеззараживания источной жидкости и холодного водоснабжения. В этом году запланировано завершить реконструкцию водоводов номер 3 и 4 идущих от насосной станции третьего подъема до Амулинского водозабора. По этим веткам трубопровода осуществляется обеспечение холодной водой жителей поселка Серебряный Бор. По завершению реконструкции на следующий год запланировано восстановление поврежденной городской инфраструктуры, тротуаров, лестничных переходов и дорожного полотна. День войсковой казачьей славы отметили в Нерюнгре. Этот праздник был основан более 20 лет назад и в этот день чествуют все казачье общество и отдают дань памяти погибшим. История развития казачества, подвиги казаков, роль в освоении нашей республики. Об этом и многом другом в день войсковой казачьей славы школьникам рассказал младший вахмистр Нерюнгринского казачьего общества. Основная наша специализация, это, разумеется, работа с детьми. Это кадетский класс, военно-патриотическое воспитание молодежи. Также частенько проводим выставки. Сегодня был несколько иной формат. Я обычно по своему хобби увлекаюсь репликами холодного оружия. Частенько рассказываю именно о истории развития холодного оружия. Сегодня я решил провести первый опыт проведения министрических лекций. И, в принципе, опыт довольно интересный. Думаю, в дальнейшем его будем также развивать. Познавательная лекция прошла в неформальной обстановке. На ребята задавали вопросы, вели диалог. А во второй части мероприятия смогли не только посмотреть, но и подержать в руках элементы традиционного казачьего вооружения и обмундирования. Михаил Агапов вступил в Нерюнгринское казачье общество два года назад и сейчас помогает старшим товарищам проводить такие мероприятия. Мы занимаемся всякими военными делами, начальной военной подготовкой, фланкировкой и историю казачества изучаем. Даже самые юные представители казачьего общества уже знают историю своей страны и обучаются навыкам, которыми должен обладать каждый казак. Мы изучаем историю казачества, спецподготовку у нас, по медицине изучаем и изучаем разные приемы. Солисты вокальной студии «Апельсин» из Нерюнгре стали лауреатами международного фестиваля «Детство на Амуре», который собрал талантливых детей со всей России и стран ближнего зарубежья. Под руководством талантливых педагогов в студии «Апельсин» дети учатся не только петь, но и выражать свои эмоции через музыку, развивать артистизм и уверенность в себе. Любой конкурс – это стимул развиваться дальше, не останавливаться на достигнутом, идти вперед. Независимо от того, победил ребенок или нет, это всегда огромный толчок и шаг вперед. Ну и идем дальше, к новым победам. Надеюсь, что на этом пути нам встретятся только добрые люди, радостные события, ну и хорошая музыка. Десятый международный фестиваль детского творчества «Детство на Амуре» прошел в Благовещенске при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В рамках фестиваля солисты вокальной студии «Апельсин» из города Нерюнгри продемонстрировали свое мастерство и завоевали звание лауреатов. В номинации детская и юношеская песня «Артем Егоров» «Город Нерюнгри» руководитель Катьяна Кузьминова. Ощущение безграничное. Взрыв эмоций просто был. Хорошие эмоции были. Боялся, конечно, за кулисами, что представлял город, республику, свой вокальный коллектив, своего педагога. Когда вышел на награждение, я был очень рад, потому что побывать первый раз на этом конкурсе и получить лауреата второй степени – это очень большая награда. География участников фестиваля была обширна. Урал, Сибирь, Дальний Восток, Луганская и Донецкая народные республики и даже ребят из Китая. Это был самый первый конкурс в моей жизни за весь год вокальной студии «Апельсин». Конкурс был классный, крутой. Конечно, я финалистка. Это уже победа, что я так далеко прошла. По итогам финального этапа Артему Егорову вручили сертификат на получение стипендий и специальный приз от председателя жюри, основателя и художественного руководителя театра студии «Непоседы» Елены Пинжанян. Приглашение на бесплатный летний интенсив в городе Москва. На этом у меня все. Мы продолжаем следить за развитием событий. И о самых значимых из них мы расскажем на канале «Якутия-24». В алмазной столице Якутии состоялась встреча давних противников. Команда «Шахтеры» в третий раз забрала золото «Спартакиады» по мини-футболу. Подробности у наших коллег. Команда «Шахтеры» в третий раз стала золотым призером «Спартакиады» коллективов «Алроса» по мини-футболу. В финале сотрудники Мирненского специализированного шахтостроительного треста встретились со старыми противниками – командой «МНГОК». В первом тайме «Шахтеры» забили гол противникам, однако во втором тайме пропустили мяч в ворота и шансы уравнялись. Футболисты шли одинаково до серии пенальти. Лишь один из мячей команды «МНГОК» не смог пройти в ворота. Он и определил счет пенальти 5-6 в пользу «Шахтеров». Мы уже играем много лет, и это уже не первая серия пенальти, поэтому никто не волновался. Поэтому нас все забили, и вратарь нас вытащил один раз, и все, мы выиграли. Бронзовые медали забрали специалисты «Алроса» и «Т». Четвертое место у сотрудников «Айхал Трансгаз». Эти четыре команды встретятся с футболистами из «Айхала» и «Удачного» на финальной игре в конце ноября. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Но я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Продолжение следует...